Уважаемые друзья, мы ведем свою трансляцию из студии «Россия. События хороших новостей». Это совместный проект конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и издание «Петербургский дневник». И мой следующий гость – Загорский Алексей Иванович, основатель компании «Сфера искусственного интеллекта». Алексей Иванович, если позволите, я буду вас просто назвать Алексеем. Да. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Расскажите, какой интерес представляет для вас, как для специалистов, нынешняя выставка «Агрорусь». Ну, смотрите, во-первых, для меня представляет интерес, в первую очередь, как человек, который увлекается и занимается искусственным интеллектом, развитием этого всего. И я понимаю, что сейчас в данной сфере есть острая необходимость во внедрении искусственного интеллекта. Ну, собственно, вот за этим я пришел, чтобы максимально подробно рассказать вам, как можно применить искусственный интеллект в данную сферу. Я уже, да, слышала несколько примеров, буквально несколько часов назад общалась с представителем ветеринарного надзора. Вот он мне рассказывал о том, как искусственный интеллект помогает в работе его организации. Показатели, которые он обозначал, просто какие-то колоссальные по сравнению с тем, какими они были до, скажем так, использования, до введения новых технологий, цифровых технологий, искусственного интеллекта того же самого. А расскажите про самые последние, может быть, достижения в этой сфере, которые могут применяться в сельском хозяйстве, вот в частности. Давайте немножко так сначала начну. То есть, если мы говорим, в принципе, про такие этапы, то есть, предположим, у нас начинается сезон. То есть, я понимаю, что есть сезон подготовки к посевам и сезон, когда нужно, собственно, убирать урожай. Предположим, эту сферу разберем. Если взять такой момент, как подготовка, что может искусственный интеллект в первую очередь? Это анализ исторических данных. То есть, он может проанализировать конкретную местность, проанализировать конкретную территорию и сказать, ну, предварительно, какие будут у нас результаты, допустим, по всходам. И что это позволит? Сэкономить ресурсы, допустим, ресурсы на закупку удобрений. То есть, можно понять, где удобрений там, в каком регионе там больше, меньше и так далее. Это первое. Предположим, мы подготовились. Далее. Мы можем... Засеяли, предположим, все. У нас посевы тоже. Предположим, у нас огромная территория, то есть, огромное поле. И везде же все по-разному растет. То есть, мы понимаем, что один, допустим, участок может давать там одно количество урожая, другой участок может быть там более бедный по почве, по каким-то полезным веществам и так далее. И вот с помощью искусственного интеллекта, допустим, можно с помощью дронов, с помощью космических снимков спутниковых, можно проанализировать, в каких секторах, в каких кластерах требуется усиление. Где-то, может быть, там подкорм какая-то нужна, может быть, где-то дополнительный полив требуется. То есть, мы можем точечно работать по каждой территории, по каждому сегменту. Для этого необходимо взять пробы из почвы, это правильно я понимаю? Да, это в том числе берется, пробы почвы берутся какие-то пробники вот тех всходов, допустим. То есть, мы также можем что еще сделать? Проанализировать наличие посевов. То есть, хороший посев, плохой посев требуется, может быть, где-то, может быть, дефекты какие-то есть. И это, может быть, приведет к дальнейшему гибели вообще всего урожая. Да, что также можно еще делать? Сотрудники. То есть, у нас пока все на большей степени на человеческом труде, все равно без людей пока никак. Поэтому люди все равно ошибаются. Все равно нужно за человеком присматривать. И вот как раз искусственный интеллект здесь также может проанализировать деятельность человека, сказать, в каком направлении правильно двигаться, где, может быть, какие-то ошибки у сотрудников. То есть, это контроль за сотрудниками в том числе. Звучит, честно говоря, немножко страшно. Нам нужны роботы для того, чтобы они присматривались за людьми. Если мы хотим эффективности, то да. Мне всегда казалось, что наоборот, ничего нет точнее человеческого. Видите, без человека никак. И я всегда говорю, что искусственный интеллект – это не какая-то волшебная таблетка. Знаете, много сейчас идет информации, что искусственный интеллект заменит людей, уволит и так далее. Но все-таки он дополняет. То есть, почему я говорю, что это эффективность. То есть, если в любой сфере взять, неважно. То есть, мы с вами сейчас собрались по тематике… То есть, монастыческим фильмам не нужно верить, да? Роботы никогда нас не заменят. Мы еще не пришли к этому. Пока искусственный интеллект, честно будем говорить, не настолько умный. И пока он нас максимально просто дополняет. Пока он нас улучшает, увеличивает эффективность, повышает производительность, увеличивает доходы людям. В общем, он пока только в плюс. И говорить о том, что он когда-то восстанет и будет против нас, ну, все-таки это пока такое далекое будущее. Вот люди ошибаются, да, с этим не поспоришь. Но разве роботы не ошибаются? У них тоже могут происходить сбои? Правильно. Поэтому без людей никак. То есть, о чем я говорю, что человек все равно здесь нужен в этом процессе. И, естественно, роботы, естественно, техника, всегда даже любая техника, она имеет свойство сбоить. То есть, это нормально. Поэтому нужен человек, который будет присматривать. И компетентный человек. То есть, если искусственный интеллект будет внедрен, допустим, к человеку или в сферу, где сотрудники, люди, не знаю, собственники бизнеса некомпетентны в этих вопросах, здесь, ну, ничего хорошего не будет. То есть, все равно люди должны разбираться в этих вопросах. Они должны понимать вообще, что они хотят. Должны понимать, какие результаты, какой-то опыт, опять же. Мы можем анализировать же не только данные какие-то там исторические, но и опыт человека. И всю эту информацию давать искусственному интеллекту, который будет впоследствии еще умнее на базе всей информации, полученной от людей, полученной из каких-то исторических данных и так далее. Если взять какое-то условное фермерское хозяйство, крестьянское фермерское хозяйство, его, скажем так, современный руководитель, фермер, да, он такой идет, шагает ногу со временем, он собирается, значит, подключить к своей там посевной, не знаю, к поливу. Ну, беспилотники, например, да, искусственный интеллект. Вообще, насколько это возможно сделать? Это же, во-первых, это дорого. Во-вторых, как вы правильно заметили, нужно обучать человека тому, чтобы он правильно взаимодействовал с искусственным интеллектом. На каком этапе вообще, как, с чего вообще нужно начать? Нужно ли, в принципе, начинать фермеру использовать беспилотники? Или мы говорим все-таки про такие промышленные штабы все-таки? Ну, смотрите, мы говорим все-таки о следующем этапе развития. То есть я считаю, что искусственный интеллект все-таки это очередной этап развития. Как мы раньше были с вами без интернета, оказалось нормальным без интернета, и все обходились. Сейчас очень сложно представить какую-то жизнь без интернета, без гаджетов, без наших. То же самое здесь. То есть был период, вот мы сейчас с вами находимся на этапе, когда, можно сказать, происходит такая вот революция. Она даже произошла уже, когда искусственный интеллект, он давно существует. То есть мы с вами только сейчас об этом массово начинаем говорить, но он уже давно существует, эта технология. И те как раз вот компании, предприятия, фермеры, которые будут применять его, они в первую очередь будут, возможно, на голову выше уже сейчас, чем другие конкуренты. Они первыми получат преимущество в виде экономии ресурсов, экономии времени, оптимизации своих процессов. То есть это очередной этап. Да, понятно, это стоит каких-то денег, но любые какие-то внедрения, любое улучшение каких-то там навыков, даже наше обучение, казалось бы. То есть все мы учимся, все равно мы вкладываем какие-то ресурсы в себя. То же самое и здесь. Вопрос, сколько это стоит, все по-разному. То есть мы должны, ну вот наша компания, допустим, как делает в первую очередь, когда там обращаются клиенты, мы анализируем деятельность. То есть мы полностью изучаем сначала процесс от и до. И в зависимости от того, какие ресурсы у человека, допустим, сколько там, если мы говорим про землю, сколько требуется гектаров земли оснастить вот данной технологией. Или какие, может быть, у человека уже есть технологии, нужно просто чуть-чуть доулучшить. Это тоже разные ресурсы, тоже разные финансы. Поэтому вопрос финансов, он только индивидуален всегда, все зависит от конкретного случая. Все нужно смотреть конкретно, вот четко в разрезе конкретики какого-то человека, какого-то предприятия. И только тогда будет понимание по срокам, по сумме, вот, и, ну, собственно, что мы в итоге можем получить в эффективности. Хотелось бы услышать примеры успешного взаимодействия вот на территории Ленинградской области, вашей компании, допустим, с теми же самыми хозяйствами фермерскими, например, есть какие-то такие, есть такой опыт? Ну, конкретно в Ленобласти у нас сейчас проектов нет, то есть есть несколько у нас компаний, с которыми мы сейчас как раз в процессе обсуждения этого всего. И как раз вот я, то, что сейчас вам озвучил весь процесс, мы сейчас смотрим, как можем внедрить, как можем улучшить вот их деятельность, потому что есть предприятия, которые как раз хотят внедрить в фермерство, хотят посмотреть, допустим, как это может быть применимо к поголовью скота. То есть мы можем таким образом, вот тоже обсуждаем сейчас вопросы. А какие конкретные технологии? О чем идет речь сейчас? Посмотрите, на начальных этапах в данном случае можно узнать, больное стадо или нет. То есть если мы, допустим, без искусственного интеллекта это будем делать, мы, возможно, очень поздно отреагируем, но искусственный интеллект поможет нам на начальной стадии определить какие-то конкретные единицы, допустим, скота, которые, может быть, уже заболевают. И таким образом... А каким образом? Аналитика, компьютерное зрение. То есть мы смотрим глазами компьютера, компьютер изучает вообще все, что происходит по голове, то есть какие-то показатели есть, которые предварительно могут быть известны уже по медицинским соображениям. Некие отклонения от нормы. Да, да, то есть мы увидим некие отклонения. Человеческому глазу это не всегда бывает видно. Компьютер, он четко определит, что есть, допустим, здесь конкретное подозрение. Ну или, допустим, то же самое по всходам. То есть мы не всегда можем видеть... А вот постойте, я прошу прощения, что перебиваю. Ну, например, приезжает, вот возьмем конкретный пример, вот есть стадо коров, есть фермер, он понимает, что... Он просто хочет узнать, здорово ли его корова, например, звонит ветеринарному врачу. Ну, я вот сейчас просто выдумываю, фантазирую. Ветеринарный врач приезжает, меряет температуру, давление там корови. Что они делают? Осматривает визуально и говорит, берет, например, анализ, да, кровь, так же, как у человека, и говорит, так, нет, вот тут проходит сколько-то дней, делается это исследование, да, выявляется, что в крови там какие-то нарушенные показатели, и ветеринарный врач говорит, да, вот эта корова у тебя, скорее всего, больная. А компьютер каким образом выявляет, ну, я не знаю, там, состав крови той же самой у коровы, как он может понять, что она больна? Представьте, есть внешние факторы, то есть мы не только говорим по внутренним факторам, есть какие-то внешние факторы, которые позволяют определить, допустим, что животное может заболеть. То есть визуально все равно человек, который, допустим, тот же доктор, который уже очень много лет занимается изучением того же скота, предположим, он не только по медицинским каким-то там анализам, он может уже сразу определить, что здесь что-то не так, даже на уровне каких-то ощущений. Но ощущения из чего складываются? Из опыта. И вот этот опыт как раз, который, о чем мы говорим, подготовка к внедрению искусственного интеллекта, это и есть опыт, который мы изначально получаем из медицинских данных, из опыта тех же врачей, перекладываем все это на плечи искусственного интеллекта, и на базе всей вот этой вот базы знаний, огромной, представьте, огромной, сотни, тысячи, может быть, страниц, книг, просто огромное количество информации, это может быть скорблено все искусственному интеллекту, который просто выявляет закономерности. Если он видит закономерность, он говорит, что здесь есть вероятность какая-то. Вот то же самое, что я хотел сказать, допустим, по посевам. То есть если мы видим, что где-то у нас есть подозрения на какие-то всходы, которые, может быть, очень плохо растут, или наоборот, где-то что-то, аномалия какая-то, эти аномалии глазу не всегда видны. В данном случае искусственный интеллект очень хорошо может все отобразить, увидеть, вот и получить результат. А как это выглядит? Это как вот Google Фото, примерно так, фотографируешь свой цветочек, например, который ты подозреваешь в некой болезни, например, отправляешь его в компанию, которая занимаетесь? Вам ничего не нужно фотографировать, это обычно это камеры, просто устанавливаются камеры, которые в автоматическом режиме сами получают постоянно данные. То есть вы постоянно получаете на свой, допустим, компьютер, сервер, информацию, фотографии, но все это автоматизировано, в автоматическом режиме. То есть мы задаем параметры, которые мы хотим, допустим, получить. То есть нам нужна, допустим, точка B, мы хотим узнать там какой-то результат, либо, допустим, про всходы, либо, допустим, про урожайность, либо про, опять же, животных, то, что мы говорили, и понимаем, что нам для этого требуется. И компьютер, он постоянно анализирует и ведет нас к точке B, чтобы получить некий результат. И мы смотрим дальше, нравится, не нравится, уже анализируем. То есть это эффективность, о которой я уже говорил, которая заменяет постоянный человеческий труд, мониторинг, постоянное отслеживание. Потому что даже кто, когда, допустим, собирать урожай? Когда? Сегодня, завтра, через неделю? Может быть, уже пора, может быть, нет. Ну как-то наши предки ведь догадывались об этом. Правильно. Как-то ведь они... Сейчас все гораздо быстрее, и не требуется постоянно присутствия человека, постоянно мониторинг, постоянно анализ каких-то данных. То есть мы говорим о ускорении процессов. То есть сейчас все можно сделать проще, и направить свои ресурсы, которые как раз человеческие ресурсы, которые освобождаются, на что-то другое, на решение бизнеса, на увеличение производства. Опять же, мы тем самым экономим деньги. То есть если мы поймем, что где-то мы уменьшили время сотрудников, где-то мы уменьшили количество какой-то бракованной продукции, это же экономия денег, и эти деньги можно уже использовать на развитие проектов наших. А специалистов в нашей стране достаточно в вашей сфере? Они есть. Не скажу, что их много, потому что сейчас... То все-таки дефицит? Ну пока да. Пока не скажу, что прям это, знаете, как вот сейчас тех же там СММщиков везде много, хотя их раньше тоже было мало, когда у нас только в социальной сети появлялись. Вопрос времени. Все равно есть специалисты, да, безусловно, есть ребята, которые сейчас вот уже учатся. Опять же, мы говорим про то, что государство сейчас, в частности, заинтересовано в развитии искусственного интеллекта. Это, в принципе, в нашей стране видно, что сейчас идут и дотации, субсидии на развитие проектов, и на государственном уровне уже проводится и разъяснительная работа, что это нужно внедрять, что это нужно использовать. Поэтому специалисты автоматически появятся. Спрос, предложение, ну, обычно все это вместе. Ну, вот, предположим, старшеклассник, да, он уже должен понимать, что вот он хочет… Это IT-сфера, правильно я понимаю? То есть это уже нужно на каком этапе задумываться, например, молодому человеку, юноше, о том, что он бы хотел связать свою жизнь с искусственным интеллектом? Или это как вот происходит? То есть это должны быть какие-то природные задатки в человеке быть? Или этому все-таки можно обучиться? Я вам больше хочу сказать, даже вам это нужно, потому что у нас… Может быть, я владею этим в той степени, в которой мне это необходимо? Даже искусственный интеллект… Мы сейчас говорим в общем о таких серьезных сферах, как автоматизация процессов, бизнесов, но искусственный интеллект уже давно с нами. И сейчас вот банально, чат-джи-пите, о которых все наверняка слышали, другие какие-то ресурсы, программы, технологии, они уже давно с нами. То есть мы уже их используем постоянно. И люди на своем даже базовом уровне уже понимают, ну как бы их это или не их. То есть если раньше мы учились работать, допустим, в каких-то текстовых программах, пытались осваивать компьютер, сейчас люди постепенно осваивают программы, связанные с искусственным интеллектом, и через несколько лет это будет нормой. То есть если сейчас мы пользуемся нашими телефонами, и уже не нужно учить их правильно пользоваться, то скоро будет, что вы будете прекрасно понимать, как это делать. А те люди, которые уже хотят глубже, то есть которые, допустим, технари, будем по-простому говорить, которые хотят в это углубиться, хотят изучить этот вопрос, хотят разобраться, хотят понять, как это внедрить, конечно же, могут быть использованы как специалисты, обучаться этому и получать довольно неплохую работу и быть востребованы на рынке. Алексей, вы когда поняли, что вот это дело вашей жизни, что это ваше? Это постепенно все происходило, у меня это не один проект, и так получилось, что как раз искусственный интеллект догнал меня в том, что вот это нужно использовать и в других моих проектах, в других бизнесах, поэтому все происходило постепенно, не было такого, знаете, что я там, хотя у меня с детства понимание, что будущее все-таки за автоматизацией и так далее, то есть это на подсознательном уровне все равно есть, я думаю, как и у многих, но это происходило, знаете, при наличии такой информации, что информация постепенно приходила, одна, другая, третья, потом приходило осознание того, что уже пора, уже нужно этим заниматься, развиваться, ну и вот постепенно со своими проектами, потом мы начинали обучать, начинали рассказывать другим людям, и вот постепенно это все пришло к тому, что сейчас есть. А вот сейчас ведете какие-то консультации, вы можете проконсультировать? Ну и того же самого фермера. В основном к вам обращаются все-таки более молодые люди, или мы уже можем говорить о том, что и люди преклонного возраста тоже интересуются уже высокими технологиями, искусственный интеллект также и не безразличен. Что вы видите в своей практике? Видите, не только внедрение в бизнес, внедрение в проекты, внедрение в сельское хозяйство, это одно из наших направлений. То есть мы еще занимаемся и обучением, в частности, в том числе. Мы занимаемся пропагандированием того, что искусственный интеллект нужно использовать, внедрять, уметь им пользоваться. Даже вот у меня в сентябре будет, знаете, для души арт-проект, который я тоже создал с помощью искусственного интеллекта. Опять же, это раскрытие внутренних способностей человека, это раскрытие его потенциала, функционала. Очень любопытно. Да, поэтому очень много здесь инструментов, как можно искусственный интеллект применить. И у нас даже вот в формате нашего обучения, которое мы сейчас и планируем в сентябре запустить, вот предобучение у нас было. Люди пенсионного возраста хотят знать вообще, как это, что столкнулись, столкнулись с чем-то пока невиданным для них. Но уже сейчас многие понимают, что нужно делать. И некоторые даже лучше молодых каких-то понимают, как с этим работать. В заключении нашей беседы все-таки меня интересуют ваши задачи на нынешнем форуме. Вы здесь ищете новые деловые контакты, быть может. И какой интерес для вас представляет вообще Агрорусь? Зачем вы сюда приехали? С чем вы хотите отсюда, так сказать, уйти? Наша задача, в первую очередь, достучаться до многих, что технологии нужно использовать уже сейчас. Вы уже успели пообщаться с людьми? Нет, я только-только-только сейчас с первым, с кем я приехал пообщаться сюда. Но все еще в процессе. И вот с вашей помощью тоже, с помощью личных контактов, я надеюсь, многие нас услышат, поймут, что это необходимо, что нужно уже делать прямо сейчас, чтобы опередить других, опередить в том числе те процессы, которые нас ожидают. Ну, а как практика показывает? Вот вы когда к человеку подходите, говорите, вот вы знаете, искусственный интеллект, за ним будущее, и я сейчас вам расскажу, что я имею в виду, как вообще люди реагируют. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. То есть вы видите вот этот вот контакт с людьми? Потому что в моем окружении, на самом деле, мое окружение делится 50 на 50. Кто отрицает, и кто прямо очень за. Таких, чтобы посередине, конечно, которые вроде как... Таких в моем окружении нет. Ну, безусловно, люди сейчас знают, что такое искусственный интеллект. То есть никому не нужно объяснять, что это. Иногда приходится объяснять, зачем. То есть, естественно, каждый человек, не все понимают, для чего конкретно ему. Допустим, если бы я к вам подошел, скорее всего бы сказали, я понимаю, что это, но я не понимаю, объясните мне, для чего мне это нужно. И, конечно же, мы приводим примеры, рассказываем конкретно вот в вашем случае, для чего это может быть применимо. Впоследствии, возможно, это все приведет к более глубокому изучению проекта, чтобы понять, вообще, можем ли мы чем-то помочь человеку, интересно ли человеку, будет этим заниматься и так далее. Но в целом нет такого, что люди, знаете, равнодушно смотрят, все равно интерес есть. И мы сейчас находимся на пороге того, что те, кто, вот уже несколько раз повторяю, те, кто сейчас правильно поймут эту информацию, те, кто сейчас ее начнут первыми осваивать, те в итоге выигрывают, победят и наши, в том числе вот с вами беседа сейчас будет не напрасно. Бывает еще такое, что человек бы и рад, может быть, ее понять, эту информацию, но еще пока что не готов. Ну, такое тоже случается, потому что мы не роботы, мы люди, мы живые, и нам не всегда так... Вопрос времени. Да, вопрос времени. Ну что ж, я вас благодарю, дорогие друзья. Только что я беседовала с Алексеем Загорским, основателем компании «Сфера искусственного интеллекта». Это международная агропромышленная выставка «Агророссия». Оставайтесь с нами. Агропромышленная выставка «Агророссия». Спасибо. Продолжение следует...